всем привет народ я тут межно мы долго искали я не знаю почему долго мы даже приехали на машине тут все перекупано в центре пока нашли парковку потом этой парковке искали франк байбаста это реберная уже сеть реберная которая лицом которых выступает василий вакуленко и в общем я решил попробовать я ребра люблю серьезно обожаю ребра и я очень надеюсь на это заведение я слышал мнение об этом месте от макса бранта он уверял что это действительно круто да вокруг столько было места здесь прошла ладно пойдем что я задубил тут ветра дуй адски вообще так короче что нам предлагает василий вакуленко шаурма у него даже есть между прочим меня интересует ребра я не чурёбра начос рис басмати сырные вафельные трубочки бутылочное пиво и сидр пойдем внутрь и ладно уже это я замерз там и разберемся посадили пока ничем не покормили дали меню прикольном формате газеты это довольно любопытно здесь на главной странице прям василий вакуленко пишет идея открыть франк в москве возникла у меня почти сразу после посещения ресторана в питере ребра это мясо в новом формате ребра это мясо в самом лучшем формате я люблю ребра блин а здесь то же самое меню что на выходе надо наверное разобраться то что меню большое пробовать естественно я все не буду но тут сразу же попадаются ребра вот они родни вот они ребра закуски и так у нас здесь смотрите в меню горячие закуски салаты супчики но цены для центра весьма нормальные гарниры до 200 рублей практически все и вот они ребра вот это то что я хочу попробовать dry edge это выдержка ребята это выдержанные ребра 55 тысяч вау слушай но я не знаю может быть не сейчас стриплоин барбекю ну конечно много алкогольных напитков коктейли и и прочее но мы возьмем поесть франк ланч мы можем снять кстати франка в формате бизнес-ланч он для моего канала 390 рублей салат горячая суп морс и чиабатта мы хотим ребра очень попробовать причем обязательно вот баста сайс килограмм прям килограмм да или а то есть не я понял я думал это отдельное блюдо а я хочу вот ассортить свиных ребер клёво клёво я придумал то есть там сразу будет все три соусы ребра на три части разрезано барбекю миновой тереки кисло-салатки и на гарнир будет картошка давайте я это добро какую-нибудь тогда шаверму попробуем а чушь а верма называется то что из питера пришло в москве так не православно называть хорошо тогда хорошо оленина с брусникой вы маньяки давайте давайте северная шаверма давайте крылья наверное вот японские они острые будут японские они на самом деле средне острые если хотите именно острые то мексиканские а вообще настоятельно рекомендую попробовать крылья сладкая кола потому что таких точнее я дом такие готовил ух хорошо в общем чё по итогу у нас получилось мы взяли ассорти ребрышек говяжьи ребрышки взяли напиток совершенно стандартный хотя там были прикольные кит свекольные алоэ со всякой такой штукой почему я поступил так банально я не знаю я наверное испугался выбора ждем напиток уже на месте нам смотри скомплектовали тут значит ведерко у нас тут куча вилок на всякий случай много зубочисток ножи салфетки и что-то еще таких маленьких это красные перчатки руки можно не мыть я ходил чуть позже так нам принесли напиток клубника апельсин вот это банальный мой выбор 400 миллилитров 320 рублей формат меню просто огненный газетка супер короче странно поверх вкусно давайте сразу скажу что это реально вкусная штучка я даже до конца не знаю как сформулировать потому что вроде ты взял клубника апельсина и ожидал банальный вкус а он подожди может мне что-то другое привезли лимонад клубника апельсин 320 миллилитров очень свежий вкус он сладенький такой и на выдохе после вкусе не могу понять как будто как будто значит цветочной типа как будто ландыш еще туда добавлен я я наверное совсем с ума сошел но какой то есть вкус помимо апельсина и клубники это прикольно это необычно мне понравился вкусный лимонадик дорогой конечно но вкусный не могу понять что на выдохе я чувствую что-то я одеваю красные перчатки мне становится грустно я вспоминаю рому курочку мне сильно не грустно что вот курочка закрылась потому что что-то в этом было в этом не было ничего особенного но что-то вот в этом было романа жалко дима дима трансформатор что же вот так а для надевается так же сложно как и у ромы курочки молодец она правда молодец ну то есть внешне это же клёво когда человек может подстраиваться под ну какой-то нестандартной ситуации я понимаю что это бастон медийный человек и тут наверняка много чё-то кто-то снимает ездят там много наверно знаменитости приходит это клёво явно закалены в боях девчонки так что вообще молодцы и умницы северная шурма с олениной и с каким-то соусом давай посмотрим подача смотри огонь и вообще просто вот в таких вот мисочках битые огурцы вещь дополнительно дают и вот на шурма ну вот этот чуть-чуть печалит это пекинская капуста но вот это судя по всему оленина и здесь красненькие вкрапления брусники и черный лаваш но пекинская капуста отвечаю все испортит шурма расстроила пекинская капуста на но это самое плохое чем можно добавить в шавуку мне кажется невкусный салат соус суши мясо прикольную то есть вот я я ленину я вообще я свою свадьбу проводил в ресторане при посольстве коми поэтому что такое оленина я знаю со дня своей свадьбы поверьте это уже много времени прошло давайте вот первые без посыпи это кисло-сладкий соус окей и медовый терияки и вот это самый распространенный барбекю барбекю да спасибо большое в общем шауха вообще не зашла серьезно мясо вкусная она мягкая то есть нет такого что она резина какая-то соус ну кисленький он причем он кислый даже скорее узнаешь ближе к клюквеному хотя но я понимаю что из брусники он сделал не шауха не зашла битые огурцы норм вот тем более за такие деньги 520 рублей она стоит спасибо ладно короче не за шаурмой мы сюда приехали давай давай я буду честен да а за вот этим вот всем слушай 700 рублей да у нас получается один пласт ребер разделен на три части ну я не знаю по моему все уже хорошая часть ребер она заканчивается именно частью еще есть несколько маленьких ребрышек обычно в поленте это свининочку понимали три соуса картошечка и салат кууслоу который я заказал дополнительно сейчас все попробуем начнем с ребер начнем вот с этого ребрышка а я забыл чего она сказала ладно неважно два ушки смотри хорошо разваливается отлично то есть это очень мягкое мясо вишь кость без проблем отделяется и вот здесь вот такое рваная ну как вот там леное мясо как будто бы давай пробовать кисло-сладкий соус это реально крутые ребра прям вау кисло-сладкий так давай соус теряки попробуем абсолютно точно так же он еще и с кунжутом посыпан они вот так вот разделяются и просто едятся не чуваки это рэпчик вообще очень 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 вкусные ребра и даже понимаешь вот здесь делая не не в соусе ну да что соус они разрули даже самые отстойно приготовленные ребра а дело в том насколько ребра клёво приготовлены они очень мягкие возможно я не знаю технологии возможно они сначала отваривают допустим там в сувиде да и потом обжаривают на огне них стоят там два больших биг ринэк это такой гриль керамический и на нем уже обжаривают ну я скажу бомба это у нас барбекю ребрышки барбекю видите цедрой апельсина посыпаются и фисташками ну просто космическая мягкость серьезно мне очень нравится я в очень хорошем шоке потому что я ну честно не же я люблю ребра я ребра ел много где и но это вышка ваще это это шикарные ребра прям ну пять с плюсом из пяти серьезно и абсолютно конечно не боюсь что ростовская мафия найдет меня где-нибудь и начнет учить снимать влог как некоторых ребят из кемеров нет скоро встретимся скоро увидимся с вашими родителями вместе стоим родительскую встречу с вашими папами мамами встретимся интересно мы решили видеоблог снять про ваши жизни про вашу семьи как вы воспитывались кто вас воспитывал занимался вашим воспитанием не поэтому это реально бомбически вот понимаешь соус барбекю насколько я не люблю соус барбекю и насколько он здесь не просто соус барбекю в нем офигенный привкус апельсина причем не потому что здесь цедра цедра дает аромат гораздо больше чем привкус а именно во вкусе этого соуса есть апельсиновый привкус барбекю с ярким вкусом апельсина вот это вот эти ребрышки и реально бомб слушайте и если выбирать и вот из трех видов хз клёво все три вида я все я зафанател этим местом я черт подери я сегодня скачаю себе альбом баста и буду слушать я просто не особо так там разбираюсь в творчестве вот этих вот рэперов но медлячок чтобы ты заплакала я знаю так ладно у нас еще курица курица в соусе кока-кола они это преподносит как что-то удивительное на самом деле соус из кока-кола это крутая штука я еще готовил у себя на канале лет пять назад я готовил бургер который я даже забыл как он называется в общем вот здесь вот где-то будет ссылочка или в описании бургер где я делал соус из кока-колы это реально кисло-сладкий соус из кока-колы отлично получается а за шибенская подача посмотри ребрышки внизу картошка фри кукуруза лайм попкорн черпподери тоже здесь и даже дюша метелкина если покопаться мы его найдем у нас все вроде да все огонь спасибо очень вкусно правда банировка у крыльев очень необычная она какая-то ну то есть не такая как киевсе не такая как где-нибудь в саненьких доставках она как будто в бородинском хлебе соус из кока-колы соус из кока-колы он вообще ни разу не кока-кольный по вкусу в итоге получается кока-кола дает сладость дает определенный знаешь такую кофейность что ли соусу но но кока-колы вкуса не чувствуется в этом соусе легкий кисло-сладкий соус панировка огонь она хрустящая и мягкая курица внутри и бекончик это очень вкусно и ребра и куриные крылья бомбически ребят серьезно я вообще не ожидал что я приеду сюда и буду ну я практически в восторге я практически в восторге это очень вкусно правда у нас еще эпичные говяжьи ребра они гораздо больше всего два ребра а мясо больше чем в целой в целой ленте свиных но перед говяжьими ребрами надо немножко расслабиться салатиком cold slow ну это очень простой салатик с майонезом и он прекрасен из-за этого так чуть-чуть но они видимо его не солят потому что соли не хватает в этом салате они не солят для того чтобы он не потек если досолить будет ну обычный cold slow короче здесь здесь без каких-либо фишек ну они конечно жестче говяжьи ребра они жестче чем свиные но посмотрите тут сколько мяса Physical О, мой бог. Офигеть, они даже видят цвет мяса, видите, то есть это не в хлам засушенный валдан. Они даже в говяжьих ребрышек нормальная, смотри, нормальная прожарка. Ай, до франки. Я сказал пожестче, ни хрена. Да, честно, свиные ребра лучше. Ну, я не знаю, я даже если готовлю как-то себе, там, да, для семи, я всегда беру свиные ребра, хотя говяжьи тоже прикольные, но... У говядины как бы больше волокнистость такая, да, это я не в минус говорю, это, ну, просто как факт. Свиные ребрышки, они такие более собранные, они более, что ли, порционные. Говядина все-таки это стейки, а ребрышки это все-таки свинина. Ну, нет, хорошо приготовлено тоже, то есть это на самом деле мягкое мясо, зря наговорил огонь. Костями можно играть в городки. Очень вкусно. Я, кстати, не попробовал картошку на одной этаже в двух ребрах. Изумительно. Ребят, ну, в общем, это кайф. Я хотел бизнес-ланч взять, давайте. Собираем, давай, сколько, ну, хотя бы 5000 лайков, да. Едем, снимаем обзорчик на бизнес-ланч от Бастер. Посмотрим, что дают за 520, кажется, рублей. Куда его? Ну, что могу сказать? В общем, по итогу. Я ехал сюда к ребрам, и я приехал к ребрам, и я кайфанул. Бомбически сделано нестандартно, необычно интересные соусы и круто приготовленное мясо. Крылья тоже там же, шаурма нет. Общий счет нам обошелся 3020 рублей. То есть, в принципе, еды нормально по количеству. И цены, вообще цены адекватные. То есть, ну, ребра за 500 рублей или 700 рублей в формате разных соусов с картошкой. Это нормально. Для Москвы и центра, почему нет, 3000 рублей. Сдачу принесли. И плюс на бонусы, я не знаю, дают они всем или нет, вот, девушка-администратор принесла в подарок нам мерч. Носки, и что-то она сказала, и значок, реально, значок я вытащу, а носки вам не покажу. Make Rips Fit Beats. Прикольно. Ладно, спасибо, спасибо. Ну, пустячок, а приятно на самом деле. Ладно, покажу вам носки. Прикольно. Носки с типа соленьями. Ладно, в общем, все, ребятушки. Выставим оценки. Ну, скажу честно, что мне все понравилось. Мне понравилось и обслуживание, мне понравилось, и вкус мне, в принципе, удовлетворили цены. Девчонки красавчики. У них очень хорошо работает вентиляция. Давайте выставим оценки итоговые. Цена, вкус, комфорт, персонал, скорость. Цена, в принципе, дорого для этого. Ну, то есть, если сравнивать с шавухой, то дорого. Если сравнивать, в принципе, с центральными какими-то заведениями недалеко от метро, где парковка, сука, 380 рублей, сейчас же, поэтому бежим быстрее. Меня цена устроила. Давай поставим 4, чтобы не было никому обидно. Вкус, блин, ну, кроме шавухи, шавуха меня расстроила. Но ребра, то, зачем я сюда ехал, просто бомбически сделано. 5 баллов. Комфорт 5 баллов. На удивление, стулья, там очень простые стулья. Но вот эти простые стулья, они самые удобные. Потому что иногда, знаешь, там разместят деревянный, таких хрен подвинюшек. Там легкие классные стулья, на которых удобно сидеть. Персонал. Ребята, персонал и огонь. Вообще все бомбические. Девчонки клевые. Всем 5 баллов. И как бы я не хотел придраться хоть к чему-нибудь, но критерий, скорость, тоже все отлично. Выносили прям вот, ну, как из пулемета. Несмотря на то, что я попросил, кстати, вынести все сразу, нам выносили постепенно. Но это постепенно. Она была такая, что я только начинал пробовать одно блюдо, уже подносили второе. Так что, тоже лайк. Ну, не Макдональдс, как бы, но 4 балла смело зарабатывает франк. Короче, блин, Василий Вакуленко, это реально рэпчик. Я второй раз повторюсь, это очень круто. Это очень круто. Прям сегодня с iTunes куплю все твои альбомы, серьезно. Буду слушать из-за уважения вот за этим, к этому месту. И носки у меня теперь есть. И у Дима тоже. Две пары далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА